Здравствуйте дорогие друзья! Воскресенье! И с вами снова фирма Петерсон и я Эдуард Петер. Пусть скажите уже, кто же говорил, что гости придут. Заболел мой друг. Простудился бедный, лежит. Ну, не было бы счастья. Это несчастье помогло для вас. Я бы с удовольствием посидел. Тем более, что пиво купил, вина купил. Для него я не пью вино почти красное, белое пью. Итак, что мы сегодня с вами делаем? Так как мои друзья захотели, подписчики захотели что-то на деревянном фоне еще увидеть, А я вам говорил, что теренки мы будем строить сегодня. И возможно, так как времени много и я пока полон сил и энергии, мы с вами сделаем, может быть, больше двух-трех. А начнем с самого простого. И в то же время это будет избушка, хотя и на курьих ножках. Итак, что я затем? Я у соседки выпросил вот такой ящик железный. Он мне очень понравился. Единственное, что как шестьдесят штук, годы ящик, да, вот это придется удалить. Это не примет стук, да. То есть я соорудил опять, вы помните, эту штуку, да, уголочек свой деревянный. Единственное, что, видите, я вот здесь положил так называемый бак папир или, ну, для духовку, короче, она идет, для запекания чего-нибудь, да. Чтобы этот серебристый фон не отражался здесь и давал все-таки желтое отражение. Он отсюда бьет, сюда и сюда уходит. Здесь у нас появятся лучи. И чтобы осветить сами вот эти декоративные, у меня их нет столько. Там внизу бумага и более крупная такой съедобная. А декоративные здесь сверху. Так скромно положены один маленький желтый листочек. И вот стоит у нас тулус. И самая главная задача, ребята, сбалансировать вот эти вещи. То есть, ну, здесь только опытным путем. Я поставил большой октабокс, потому что он мне сверху висел, мне его нагнуть и развернуть было проще. Сверху сегодня свет нам навряд ли понадобится. А вот сбоку мы будем пользоваться часто теперь. Так. И здесь у меня всего лишь на всего лишь 2,4 от 6. Так. И здесь на полную катушку, мне кажется. Ну-ка. Нет, 4,7. Но это не обязательно. Все зависит от того, как далеко у вас, какой величины. Ведь не обязательно октабокс. Можно обычный софтбокс поставить. Поставил черную панель. Но она особо роли не играет. Так что стоит просто так забытое. Ну вот и все. Давайте мы вот снимем. И я уже пробовал. Я теперь уверен, что снимок получится на раз. И получится очень неплохой. На мой взгляд. Многие меня спрашивают, не мешает ли дневной свет. Или вот этот, который под потолком, свет в квартире. Если вы работаете со вспышками, он забивает все практически. И сейчас вы в этом убедитесь. Вот так мы сейчас настроимся и сделаем снимок. Ну вот и все, ребят. Больше мне здесь ничего не надо. Именно это я и хотел. Открыта дверь в подвале. Сарай. Сарай дырявый. Отсюда идут какие-то еще дополнительные лучи. И это и делает нашу избушку на курьих ножках. Довольно симпатично. Тем более вы увидели, что я расположил вот этот листочек именно в светлом пятне, который отсюда идет. То есть не просто бросил, а я нашел оно место, чтобы было такое. Такие тени красивые были. И мне кажется, картинка удалась. Будем думать на следующий. Так, ну а теперь давайте сделаем более роскошное такое быть. То есть я взял теперь вычурную свою корзиночку. Сейчас подойдем поближе. Секунду. Она корзиночка моя. Свет оставил почти прежде. Здесь подвесил такую гирлянду. Но так как она немножко лысовата, мне показалось, я добавил пару листьев просто на булавочках. Я постарался сочетать гамму трех цветов. Оранжевый, желтый. Ну и так как у нас тут есть немножко коричневый, то и коричневого добавил бы разнообразие. Вот эти цветы быстро вянут. Поэтому надо поторапливаться. Со светом. Здесь у нас по-прежнему стоит. Но, вы видите, тубус сместился. Потому что сейчас я делаю более светлый на термо. Вот такой солнечный. И здесь у нас стоит софтбоксик. Давайте посмотрим, что на что действует. Ок? То есть по нашей схеме мы с вами сделаем сейчас отключку вот этих двух. И начинаем снимать. Так, выстроился. Поехали. У нас только вот этот. Вот, получили. Довольно-таки такой интересный, вы знаете, да? это. Но, как бы, не хочется светлой. Поэтому я сейчас включу тубус. Вот это сочетание теней и света, в общем-то, мне нравится. Но я думаю, что это не для стоков. Так. Может быть, чуть уменьшить. Моговато мне показал. Вот так. И вы видите, у меня стоит черный пенопластик. Он просто вот тут учается. Темняет. Задняя, да? Я сейчас включу. Потому что у нас цветы упали. Совсем в этот. В тень. Вот сейчас. И если нужно, теперь я чуть-чуть добавлю. Опять же. И, как вы видите, тени у нас не пропали. Но в то же время натюрморт вышел на свет. Чем мы и воспользуемся. То есть, вот это уже теремок, скажем так. Можем его так назвать. Потому что он по свету, по построению довольно-таки непростой. Ну, теремок. Уж никак не шлакоблук. Так. А теперь давайте мы с вами сделаем аскетичный такой катодчик. Только простенький. Типовой. А что я имею в виду? Я имею в виду, что я сейчас переставил. И я хочу, вот бывает так, в сараях, да? Или в этих, ну да, в кладовках. Перегородки идут между полками. Идут перегородки. И вот я теперь вот так поставил. Здесь совершенно аскетично положил большую, маленькую и ломтик. Таким образом у меня совершенно точно получился цвет. от желтого до оранжелого. Смотрим, что получится. Да, кстати, здесь у меня я убрал теперь коричневый. Не нужен он. Этот бах папир, то есть бумагу для запечения, запекания. И стоит тубус, который дает здесь подсветку. Я не буду сейчас играть светом, потому что вы уже знаете, что к чему. Этот отвечает за первые блики у нас через щели, да? А этот делает подсветку точечную. Вот все. Давайте сфотографируем. Вот так. Очень миленький, допустим, получился. Так, ребята, сейчас сделаем четвертый теремок. Видите, я уже малость подзапыхался, потому что это вам не слакоблоки, клепать, теремки строить. Меня тут же спрашивают, сколько я время трачу, много ли я время на свет. Ребята, я почти все свое время трачу на свет. Мне композицию быстрее сделать. Единственное, вот почему такая запыханность, потому что, смотришь, там цветочек отошел, сюда его. Там как бы развернуть надо эту тыковку, сюда ее. И так, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Тем более, что помещение маленькое, да? И мне приходится отбегать. Поэтому, ребята, я сейчас глотну пару глоточков пивка. Я уже все настроил. Сейчас покажу и щелкну. Объясню, что зачем, что почем. Возможно, мы даже с вами сейчас сделаем то же самое. Схема совсем, почти другая. Я покажу, что на что действует. Хорошо? В этот раз я сделал уже почти, не почти, а натюрморт я сделал. Натюрморт. Поэтому сейчас мы заглянем внутрь. Видите, отсюда мы вообще ничего не увидим. Поэтому я его сейчас здесь сниму тут и буду показывать. Как видите, я стараюсь, при всем при том, что у меня одинаковые тыковки, да, но я стараюсь разнообразить. То есть здесь ставлю горшок какой-то, там другую казинку, здесь другие листочки, лепесточки. И в итоге это получится разный. И фон у нас нынче ржавый. В отличие от деревянного, что тоже даст свои плоды. Итак, здесь по-прежнему у меня охтобокс. Здесь стоит тумус. И вот здесь стоит петидич, а напротив него диффузор. И вот давайте посмотрим, что, зачем и как действует. Хорошо? Давайте. Так, я сейчас оставил только охтобокс. Фотографируем. Так, видим, что у нас что-то получилось такое, что мне всегда как бы интересно. Да, так вот. Но проблемка в том, что пропадают в тенях, посмотрите на эти тыковки маленькие. Они пропали там в тенях, чтобы этого не случалось. Давайте тумус подключим. Я поднес его близко, чтобы он только на тыковки эти маленькие светил. Так, смотрим. Вот. Видите? Все подсветилось. Можно чуть-чуть убрать, конечно, но пускай будет. Пускай будет. И последнее. У меня как бы цветы и складки там, они темноватые. Это материалы, да? Поэтому я сейчас ютидичные включу. Вот так, ребят. Смотрите. Вот. Было. Вот. Стало, да? То есть, так как бы вроде бы и все. Но почему бы немножко нам не подсветить. Хотя это даже много. И тут, если много, ребят, мы можем просто-напросто отодвигать бьютип. Чтобы у нас не был ровный кувшин, как он сейчас получился. А немножко так это уходящий в тень все-таки. Вот так. Вот так. Еще немножко гладь. Ну, пивка. И у нас еще два с вами. У меня два горшка. Значит, два натюрморта. Наверное, больше я сегодня не вытяну. Ну, а теперь давайте сделаем еще один праздник урожая. В светлом ключе. Сейчас. Освяжусь еще немножко. Ну, не пугайтесь, это та же самая банка. С перерывом. Итак, пойдемте посмотрим, что я там натворил. Как сказали Эдуард Петер. Это творец. Хочет творит, хочет вытворяет. Так вот, я вот такое натворил. Вот там положил тряпочку. Вот так это. Здесь у меня амфора красивая такая. И всякие разные предметы осени. Так, сейчас будем снимать. Так же у меня стоит октобокс, но перед ним я поставил деревца свои. Маленькие тыквы освещает вот этот. И оставшиеся бьюти-дичь. Ну, как я говорю, если нет бьюти-дичи, то и что скажу. Сейчас я погашу все пробные мои фотографии. Потому что очень много приходится через камеру делать. Как бы ты глазами видишь одно, а камера видит по-другому. Поэтому тут с этим надо аккуратненько не лениться. Сейчас я посмотрю, что тут с резкостью у нас. Знаете, я, наверное, сделаю стекинг на всякий случай. Ну что ж, дорогие друзья, настала очередь последнего натюрморта. Потому что у меня три вида горшков. И это третий горшок. И вот я собрал для него вот такую схемку. Не очень сложную, но я поменял фон. Подвесил тут опять зеленые листочки. И в основном я действовал по принципу желто-красной. Видите, вот эта хорошая у меня такая неиспользовавшая ее. И тут навалил желтых. В основном зеленые только вот внизу. Вот здесь что-то подобие резины, рябины. И большая-большая тыква. Ну самая большая моя. Немножко каштанов не повредит. Ну и схема простая теперь. Сверху бьюти дичь и тубус. Посмотрим, как они работают по отдельности. Потому что это новая схема. Я хочу вам показать. Итак, фотографируем сверху октобокс. Фотографируем с одним источником. У нас сверху октобокс. Вот так он на свете. В общем-то что-то вот там есть. Но не совсем. Поэтому подключим тубус почти на все. На 6. Ступень 6. Вот так. В принципе можно было бы так и оставить. Но мне как бы хочется еще чуть-чуть листочки там подсветить. Хотя может быть и не надо. Ну давайте посмотрим, что это будет. Я включаю бьюти дичь. Поворачиваю так, чтобы он только светил на эти листочки сверху. И фотографирую. Вот так. Так гораздо мне больше нравится. Все. Теперь нам останется последнюю взять, отнести фотошоп. Чуть-чуть обработать. И все. И в конце я выйду к вам на подноски. Поклонюсь. И скажу вот то, что мы сегодня сняли. Ну вот дорогие друзья. Вот эти фотографии мы с вами сделали сегодня картинки. Теренки. Коттеджики. Давайте посмотрим. Поклонюсь. 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 В прояв Materа Газитя. Продолжение следует... В Видите, за весь день мне удалось сделать 6 штук. Больше ты не сделаешь. Дело в том, что это не шлакоблоки вчера, которые я снимал. Я сделал 20 штук за 4 часа, до обида я был свободен. А вот такие вещи, которые требуют размышления, которые требуют какого-то творческого заряда, как все вот это преподать, как это сделать красиво, как это сделать со светом красиво, это требует больших усилий. И я вам скажу, что я, в общем-то, выдохся. Сделать всего 6, я выдохся. И поэтому я не верю, что можно сделать настолько хорошее портфолио, строя вот эти теренки. Шлакоблоки, да. А вот такие теренки и коттеджики, нет, это штучный товар. Поэтому тут, как я сказал, каждый выбирает свой путь. На этом я с вами, дорогие друзья, прощаюсь. Пойду-ка и отдыхать. Я это заслужил, я думаю. Всего вам доброго, дорогие мои. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok